Я люблю Сони, со-со-со-со-со-со, не люблю их игры. Я до последнего момента не возлагал никаких надежд на презентацию Sony и не проявлял особого интереса к этому событию. Но общий шум в интернете и огласка таки заставили меня зайти на этот богом проклятый YouTube, который сжирает всё моё свободное время, и посмотреть на то, что там японцы новенького нам уготовили. Вонючие маркетологи делают эти ебучие трейлеры, где название игры показывают только под конец, чем действительно вызывают неподдельный интерес у целевой аудитории. В общем, в этом видео я хочу кратко дать пару комментариев по некоторым анонсам, возможно это будет кому-то интересно. Поехали! GTA V. Да, новая игра от Rockstar выйдет. Как? Не новая? Точно, блять. Это ж пятёрка ебучая. Ну в общем, GTA V уже будет существовать на трёх поколениях консоли от Sony. Ситуация близкая со Скайримом. Осталось переездать ещё пару раз. Spider-Man Miles Morales. Новый Spider-Man с чернокожим героем. Графонисто выглядит, нажористо. Больше мне добавить нечего, предыдущую часть я так и не опробовал. Gran Turismo 7. Гоночный симулятор с серьёзным ебальником. Мэээ. Ratchet & Clank Rift Apart. Вообще ни в одну часть этой серии не играл, но думаю, когда-нибудь попробую. Новая часть выглядит тоже неплохо, перемещение через разные измерения выглядит довольно эффектно. Тут, видимо, у разрабов была явная установка использовать возможности скорости загрузки контента с помощью SSD. И действительно, если это будет работать так в реальном времени, то постановка кат-сцен и заскриптованных сегментов в играх может выйти на новый уровень, как минимум по динамике. Да и у разрабов одной проблемой меньше при разработке. Далее игра Square Enix. Нихрена не понятно, но очень интересно. По общему стилю немного напомнила недавнюю презентацию Unreal Engine 5. Stray. Игра про кота в футуристическом мире. Весь футаж похож на CGI, надеюсь, я не прав. Ибо выглядит хорошо, но опять же, тут всё ещё непонятнее, чем в предыдущей игре, ибо геймплея не видно. Returnal. Какой-то экшен с какой-то вроде как любопытной игровой механикой смерти добавить нечего. Противники выглядят так себе. Немного пахнет гриндом и дрочем, но не факт. Трудно что-то сказать. Sackboy A Big Adventure. Новая игра серии Little Big Planet. Теперь разрабы перешли от 2D перспективы в изометрию. Очень напоминает схожую метаморфозу у Nintendo, когда они выпустили Super Mario 3D World. На самом деле платформеры с такой перспективой тоже очень неплохо играются. Будто это до сих пор не 3D платформер, но и не 2D. Поэтому и здесь всё это смотрится довольно неплохо. А также радует наличием кооператива, который отсутствует в любом 3D платформере со свободной камерой. Кена Bridge of Spirits. Игра про девочку с магическим посохом, которая чё-то там кастует и пиздится с помощью него. Посох-органайзер даже как лук можно использовать. Нечего про игру сказать, выглядит неплохо, геймплей вроде тоже. Пока не поиграешь, не поймёшь. Oddworld Soulstorm. Да, разрабы серии игры Oddworld наконец-то решили продолжить сюжетку Эйба. Две старые части Oddworld, Apes Odyssey и Apes Exodus, мне в детстве очень нравились. И я их даже припроходил года 3 назад. Круто, что тут вернулись к 2D геймплею. Выглядит всё очень хорошо, надеюсь игра выстрелит. Ghostwire Tokyo. Игра Tango Gameworks. Внутри которой работает Синзи Миками, создатель игр Resident Evil и многих других франшиз. Всё время до этого момента он работал в основном над резидентоподобными играми, скажем так. Над играми где-то и от третьего лица с камерой на плече, бегаешь за персонажа, собираешь лут и крошишь каких-нибудь злобных монстров. Последней такой игрой этой компании была Evil Within 2. В трейлере же показывают совершенно новую игру, с совершенно другим геймплеем. Выглядит всё любопытно. Скудное на детали окружение локаций даёт надежду, что игра будет опираться полностью на затягивающий геймплей во время битв с врагами. Про игровую механику же ничего сказать нельзя. Тут вообще непонятно что происходит, какой-то ёбаный городской маг машет руками. В общем япончина в чистом виде, нечего добавить. Godfall. Какое-то красивое дрочиво. Пахнет заимствованиями геймплейных идей у нового God of War. Ну и не только геймплейных. По стилю тоже что-то берёт оттуда. На фоне в трейлере играет рэп. Уууу блять, пошли бы они нахуй. Пизду их. Очередной CGI подъехал. На этот раз Hitman 3. Да уж, конечно блять, 3. Угу. Потный чернокожий в новой игре про любимый всеми баскетбол. Вот тут опасно. Лучше ничего не говорить и в эту сторону не смотреть. Моё уважение, как говорится, без негатива. Потом ремейк Demon's Souls анонсировали. Не особо фанат, но прикольно чё уж. Новая игра от Arkane Studios. Под названием Deathloop. Очень уж напоминает Dishonored. Но с новыми способностями. Более драйвовой динамикой и менее мрачным миром. Норм. Сойдёт. Далее идёт явное преступление. Капком покусились на лавры Кодзимы и запилили какую-то свою непонятную поебистику. Какой-то чувак в скафандре летает с девочкой. Потом в них чуть ли не врезается спутник. Нихуя непонятно. Но и, если честно, не очень интересно. А теперь мой фаворит. Трейлер про какую-то ебучую деревню. Где, видимо, что-то происходит. Внезапно оказывается, что это трейлер той самой Resident Evil 8. О которой было уже немало слухов. Главным героем будет Итан из Семёрки. Видос был показан очень крутой. Постановка на уровне. Нарезано много прикольных моментов. Короче, 12 из 10. На кончиках членов любителей резика. Очень жду. В трейлере показывают много персонажей и локаций, что намекает на большое количество контента. Седьмая часть этим не особо отличалась. Ну и под конец нам показали трейлер новой части Horizon. Мне первая не очень, скажем, зашла. И есть сильные подозрения, что вторая может быть ещё хуже. В оригинале хоть сюжет раскрывался интересно, и сам сеттинг был чем-то новым, здесь же не представляю, чем разрабы смогут удивить. Только если запилят проработку локации NPC на уровне Ведьмака 3. Тогда что-то может быть получится. Ну вот и всё. Может я что-то пропустил, конечно, но думаю это не страшно. Презентация Sony в целом была неплоха. Одно но. Многие показанные игры выходят в 2021 году. А то и вообще в 2022. Это всегда печалит во время просмотра эпичных трейлеров. Этот ложный восторг от чего-то, что ещё хуй знает, когда выйдет. Это полное дерьмо. Ибо выйти может ещё совсем не тот продукт, которого ты ждал. Живите сегодняшним днём, пацаны. Вы, пидоры, наверняка не прошли десятки игр, которые хотели бы пройти. И знаете ли, у этих игр в своё время тоже были эпичные трейлеры. Так что давайте без нытья. Выйдут ваши игрульки любименькие. Главное не подохните от ковида до этого момента. Ведь игры сила, а ковид могила. А с вами был Бас. Подписывайтесь, если считаете, что оно того стоит. Пока.